Любимый город. А вы можете точно сказать, сколько ученики вашего детдома получили живьё в квартире? Точно сколько они получают? Какие живёт ли они? За последний год-два там. Так что законно они получают? Наши все дети находятся в тех регионах, откуда они прибыли в детский дом, они находятся на государственной очереди. У нас есть все подтверждающие документы, в личном деле у детей, что есть справка. Допустим, если ребёнок прибыл с определённого региона, то, естественно, по выбытии из региона в детский дом, он ставится на очередь в том регионе. В прошлом году наш выпускник Плешко Денис получил квартиру в городе Адбасаре, будучи ещё учеником девятого класса. На сегодняшний день этот ребёнок является учеником высшего технического колледжа города Кокштаб. Наши все дети сто процентов стоят на очереди на жильё. Имеются соответствующие документы с номером очереди, поэтому все рано или поздно они получат жильё. За последние пять лет в области было выделено 300 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся в попечении родителей. То есть это не только лишь выпускники и воспитанники детского дома, но и вообще все дети, которые находятся на утёте с этим статусом. То есть по очереди они получают, по мере стройки жилья в районных городах они получают эти квартиры. А это квартиры вы сказали? За пять лет. За этот год 31 квартиру уже выдали, в том числе в городе Кокшетал.